доброе утро друзья новый день слушайте мне очень понравился тем капюшоном так хорошо ветерком дует приятно сегодня чем мы будем заниматься мы будем зачищать что общался с чуваком который стоит соседнем на соседней яхте так вот он рассказывает что он красил эту яхту то есть она получается здесь вместо стояла он говорит это очень хорошая лодка типа за меня хозяин очень сильно смотрел день не без сюрпризов в общем ну как это никакой не сюрприз конечно с этим продлением визы вчера что-то меня нагрузили по этому поводу вдруг не продлят это не является основанием документ о том что ты поддался на продление визы и что-то начинаешь париться блин что делать еще черт возьми сейчас если гублю и скажет мне депортировать мы не должны депортировать тем более собственность будет сша хочу как-то опять же начинается много вопроса начинать париться ну что попробуем подзачистить видишь как колупливается ну что идет вот видите как вот так надо зачистить ее эти трещинки есть это конечно плохо то есть по хорошему это надо всю область вычесывать чтобы было было гладенько чтобы она просто по адгезе краски было пока вот так здесь тоже видите все в трещинках в этом и проблема то есть это надо все вычищать по-хорошему до глубины ну в основном только такая часть лишь действуют трещинки ну чё и поделаешь будем работать будем чистить смотри чтобы главное не отвалилась то что некоторых местах нормально соседи работают уже у меня я еще только минут 30 уже вон один кусочек конечно становится она какая большая ничего мы справимся друзья это специалисты которые типа работают машинка конечно нужно мощнее слабовато когда сильно прижимаешь ее тяжело грязно наверное уже довольно ну что смотрите что получается когда фигачишь шпателем так бывает моменты где у тебя насыпается тут во многих местах я не знаю сколько тут слоев ну их очень много то есть если вот здесь то слой не такие же большие то например на келях тут блин такая толщина это не не образ тайки что ну просто реально очень много то есть видите она где-то отшкупливается где-то быстро это чистится где-то вот например вот как трещинки пошли то есть начинаешь и задевать тут уже такая дырочка но так как бы небольшие куски вот нам посмотрите даже идет идет что-то скорее всего можно все чистить а потом до защищать дальше здесь такая же фигня все летит в рот и все такое но если сейчас все нормально сделать зачистить потому что вот в этих местах и зачищая что все она прямо не обдирается но есть видите микротрещины по идее по идее вот этот всю область эти трещинки надо снимать потому что вот здесь ничего нету здесь трещинки вот скорее все это целый круг может быть по правильности надо было бы всю зашкурить и снять и потом 5-3 красить не знаю пишите комментарии чуваки уже покрасили еще один слой мать фоллингом красивая немножко ее промыл пойдем сейчас купим вот этих наждачек кругов и заодно еще переспросим потому что мне чем-то казалось что они сказали с понедельника по пятницу будет возможность опустить поэтому я думаю лучше подойти спросить в принципе можно это и завтра сделать о том что будет ли работать лифт в четверг следующий потому что саша сказал что может приедет четверг пятницу и мы спустим а если не повезет аж следующий понедельник то есть некоторые будут следующие 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 кстати люди все просили назвать даты так вот друзья сегодня 16 число 16 осталось совсем чуть-чуть до конца визы и остался чуть о надо этого чувака узнать кстати но кстати тоже продается и вот кстати дизель 349 стоит здесь а в так он стоит 2 то есть можно сэкономить натаскать топливо посмотрим что вы понимали вот такая помпа 32 вольта кстати даже а вот 24 вольта стоит 150 долларов да а такие под 150 вот здесь для воды что у меня стоит новая этой фирмы стоит 189 ручный насос лучше всего в общем не оказалось здесь таких что я хотел надо ехать магаз зараза в общем облом надо ехать магазин то есть отойти туда пешком там затариваться и после этого приезжать например на такси велосипеда нет это конечно плохо но ничего не поделаешь жизнь боль договорился с чуваком на завтра он с утречка ко мне подъедет посмотрит ролики наверху поднимет меня вместе с ним проверим на масте что там как блин сколько всего надо по идее покупать конечно пока я буду плыть по сша все у меня будет заменяться плюс у меня есть еще помпы на всякий случай который можно всегда ручными закачать воду но все же друзья чтобы дойти до волмарта надо час тридцать идти только полтора часа ходьбы на можно конечно воспользоваться автобусами но это займет все 40 минут ну плюс естественно оплату сейчас 30 до волмарта это фактически 30 минут на велосипеде на сегодня как бы я пока работу закончил потому что у меня закончились эти круги тем более я взял 220 они скользят надо купить более мощные чтобы сдирать видите кто-то говорит сдирать полностью все красить кто-то говорит нет ремкомплект поэтому не есть несколько вариантов может быть час поехать купить велосипед даже в том же волмарте потом случае чего его сдать я пару человек написал или покупать дорогой велосипед за 200 долларов потом что с ним делать большой если велик а 200 долларов как бы весь из шоссера взять то я блин на нем так могу валить что эхэгэй тики узнать короче что-то я пока сомневаюсь и не знаю что делать также можно складной велосипед попробовать купить но учета пока человек один не ответил есть дохацию старый пусть но все равно складной на яхту он был бы очень классный вариант в общем я раздумие а ездить периодически придется потому что казалось в этом арене не все есть сейчас на создать список поехать можно пойти пешком волмарт а уже обратно приехал помылся слушать полоска черная вот блин завтра покупаю точно сегодня обязательно куплю себе какой-то чехол потому что ну полностью комбинезан такой грязи столько мыться смотрите это носовая часть здесь стоит танк для того чтобы здесь пресная вода и вот этот танк кстати на перепроверить сколько он литров но вроде бы должен и 400 или 500 здесь вот надо его промыть этот бак потому что там была какая-то не разомерзайка поэтому моя идея мы открываем вот он пошла и вот уровень мы можем водяной уровень можем проверить видите до куда бак идет так вот он пожалуйста черточка да то есть чуть чуть больше здесь только воды а когда полный бак мы можем проверить сколько воды таким образом можно заменять этот шланг видеть уровень воды и даже примерно потом высчитывать но не сейчас это важно важно отсосать воду то есть чтобы она ушла вы не чтобы промыть бак друзья вы готовы каждению к прогулке в полтора часа я нет ничего не поделаешь что-то мне не отвечает по поводу велосипедов поэтому пока двигаемся так все же у меня есть в майами если кто не помнит или кто только подключился складной велосипед правда он большой и у меня есть в могилёве стрида это один из вообще крутых велосипеда с которым я пропутешествовал с москвы до таиланда поэтому как бы не хочется дорогой покупать ну и выхода нету далеко очень ходить на такси 10 11 долларов но мы проверим сегодня что-то с лодочкой делают смотрите видите зачистили ее чем много кто что-то делает о нифига себе ребята быстрые и профессиональные вчера чистили уже красят супер дорога дальняя дальние мы идем это получается 8 километров всего-то на все то есть на велике это просто а на мотике это болеен лошара почему ты не взял мотоцикл потому что совсем другой был разговор план мне принципе то пофигу где и сколько я нахожусь главное чтобы сейчас пришли документы что разрешено на продление и конечно же главное чтобы купить ее вот друзья вроде бы здесь можно на ночь поставить лодку и можно на том острове поставить лодку и принципе не надо ничего платить это вот как бы муринг но если на муринге то надо платить а вообще как бы вроде бы тут где-то можно кинуть якорь и постоять на ночь потом пойти дальше потом опять прийти на припаса это ночь и пойти дальше ну один из вариантов как здесь где можно стоять естественно здесь недалеко будет до берега вот такой бережок ну вот рации нужны нам тоже денег денег бинокль надо вот эти ручные варианты навигации 150 но на батарейках очень отлично дублирующий вариант в общем приехал пришел и точнее этот west marine сколько всего надо купить это друзья короче чтобы поменять туалет сам толчок стоит 200 долларов но чтобы сделать поставить кинстон кинстон то такой храни который открывается направили за дырку и поставить кинстон стоит еще 120 долларов то есть 300 баксов не обойдется поставить туалет вроде бы вы скажете а нафига он живой работы так вот если он сломается на воде делать дырку и делать кинстон довольно тяжело поэтому возникает вопрос что по идее как как минимум сейчас поставить кинстон надо можно поставить дырку сделать закрутить а потом уже докупать это обойдется долларов 70 80 потом ремкомплект это 50 долларов сама краска от 100 до 200 долларов ну плюс зачистка естественно батареи но хорошо хоть какая-то скидка есть в общем если все делать по уму то конечно это все очень дорого получается потому что все что маринное ну можно пробовать искать разные замены вот например смотрите есть штормовой пояс то есть ты можешь надеть жилет вот жилет стоит 200 долларов которые дергаешь он сама надувается а можно он стоит 100 баксов можно купить жилет который с ремнем то есть ты сразу цепляешь цепочку и пристегиваешься к какому-нибудь месту такой жилет стоит 200 долларов также ты можешь купить трос но ты можешь его пойти купить в омарте какой-нибудь трос с крюком с этим замком и собрать себе этот же замок то есть ну я понимаю что есть какие-то свои нора фишечки но есть растягивающийся ну ты можешь это все купите и сам сделать также разгрузку можно какой-нибудь строительную купить которую надену я понимаю что может это как-то колхозный неправильно яхтинг но вы надо как-то выходить из ситуации ну в общем будем стараться буду вас был вам рассказывать вы будете думали цезреть и будем пытаться совместно экономить может вам будущем будет это всем интересно как это возможно сделать но теперь пошли в хом дипа попробуем там собрать информацию подумать что мы можем что-то использовать другое прикольно такое городишко готовятся люди уже к вечерним посиделкам побежала тут оказывается свет включился а я сдолбался уже ходить ходим-ходим по америке друзья можно здесь перейти пока решено почему так в этой жизни все упирается в бабки вот было бы бабло кто-то бы сказал бы так было бы тебе неинтересно просто пришел бы все купил и все да было бы интересно ты мог столько местности столько вещей взять столько всего попробовать а так тебе все кажется надо экономить как-то с этим определяться конечно дофигища но ничего не поделаешь это все надо делать представляете чтобы цепь только купить по факту если не найти бы уж на просто цепку это долларов 400 а цепь мне нужна на якоре у меня всего лишь 3 фута это 3 метра а мне надо желательно 20 метров хотя бы опять же доказывая что в америке ну так неудобно и так не продумано ходить пешком расстояние огромнейший ну это кстати автострада или фривей 95 2 воды очень вкусный напиток с манго вкусный холодный че я не взял воды дурак может ну нафиг эту лодку возьмем тачку поедем куда-нибудь правда я уже был кроме аляски ну не навязку на только перелетать и там покупать мотоцикл аначе больше не пустите же визу продлили точнее почти продлили мы почти дошли будем наслаждаться не надо велосипед покупать что-то самое интересное что вот опять начинается такая фигня пытаюсь бы уж на найти двум человек двум людям сегодня я написал один кстати шоссейник такой нормальный с бараньим рулем 2 складной вера велосипед что-то никто не ответил сейчас волнарте будем смотреть сколько там знаете мне кажется очень много элементов можно заменить но как говорит михаил нет потому что есть и потому что все это разлагается в этом надо все покупать специальное и дорогое вот ну вот у меня нет такой вот штуки помпы надо что тут можно и бензина не универсальная помпа и масло качать у меня есть шланги но нету помпа поэтому сейчас куплю так вот в этом марине она стоит 63 70 долларов здесь она стоит всего лишь всего лишь 10 баксов и вопрос или потому что нас прожаре это же на вроде на просто пластиковая ну как бы 10 баксов и 70 это все-таки разница и но хочу себе вот такую штуку взять 2x или xl и лику хотя бы xl или пофиг а то как там и цвета очень сложно было пакетики на 60 баксов 60 долларов одни только круги вот эти за честные я купил 50 штук 20 баксов стоять только круги купил сейчас восьмидесятку чтобы были таки плотнее 220 вообще прямо при на не снимают шлифуют можно хорошо как дома затарится уже столько всякими вещами уже хранить съесть где почти ну вот такая фигня наши колеса 999 долларов нормально только вот этот нормальный вариант велосипеда еще же вопрос чтобы сидение вылазила вот видите как 29 колеса накат будет неплохое хоть и резина говно задними эморизатором в таких магазинах лучше вообще не брать то бесполезная фигня двадцать шестые колеса еще 27 с половиной как-то что-то можно 29 вообще нормально только не понять сколько он стоит вот вроде бы но велосипед 150 долларов все его можно вернуть правда еще будут такси но все равно его можно вернуть ну шмотки эти что я уже никак не возьму то есть любом случае надо ехать без него а уже потом возвращаться его покупать есть вариант на нем уже ехать даже элементарная мне нужны ложки вилки только через знать какие вы домой покупаю все что-то такое вроде хорошие смотрите такие классные ложки во-первых они не гнутся и такие красивые понравились дощечку правда тонкую но я не знаю я хотел бы пример чтобы она ложилась на плиту мой на плиту уже на мойку по идее можно было бы пластиковых взять чтобы они были вообще на что-то не бьющиеся потому что летать может все мы затарились теперь нам надо вызывать такси поэтому сейчас посмотрим сколько будет стоить нам доехать до марина подъехала мою такси сейчас мы загружаем шматем и вроде бы как 12 долларов обойдется это мне все посмотрим по вердикту там ребята тусят все погнали он милый дом почти угадал можно было чуть чуть больше брать досочка надо бы там заниматься я столько всяких мыштяков накупал на покупал печенье колбасу которая не портится просите что это за колбаса такая что не портится уже есть места где можно что-то все ложить на шоке йог смотрите какие красивые ложки вилки правда дорогие сразу по 2 доллара ну я уже решил раз мой дом надо чтобы все уютно у меня одни пакеты везде ложки вилки сосиски по доллару сосиски по доллару кто не знает это этим я питался в сша первое время сейчас будем готовить кушать но все равно сосиски по доллару есть место специально для пакета я купил вообще множество чего я купил как же без моей любимой колы колы пакет чтобы не покупать мусор чипсы пусть будут огурчики так захотелось огурчик даже буду тянуть возьму самый большой вам покажу я собираю чеки потому что мало ли что-то мне не понравится чтобы я мог вернуть мне место для чеков вот здесь дальше немного пивка не знаю было бы хорошо попробовать надо я купил себе порошок я думаю что он все равно нужен чтобы что-то приготовить что-то сделать приготовить постирать вещи просто уже собралась вещей на стирку смотрите какие для супчика я тоже взял все две штуки не знаю куда это все раскладывать пусть будет правильно потому что в любом случае кто-то кто-то друзья из вас уже начали люди писать приедет ко мне я думаю что надо снабдить лодку на три человека пока что так набрался я конечно дачевича денег в итоге я сейчас потратил на 160 долларов не знаю так захотелось макароны колбаска специи нужны у меня соли даже нету представляете ну вообще зачем воде соль в океане так есть другие варианты наконец-то купил вольтметр надо проверить и вообще вольтметр нужен всегда таких вещах штопор мало ли венчик какой-то подъем без изоленты никуда я начинаю потихонечку снабжать лодку теми вещами которые как бы мне кажется нужны даже взял пюре быстрого приготовления решил попробовать откачать воду станка и ни хрена не получилось не хватило у меня моих легких сил чтобы вытянуть воду поднять кверху и ну конечно шланг длинный но это фиаско вы слили всю воду представляете я тут потихоньку порядком занимаюсь сейчас помпа это уйдет столько всех вещей куда все разложить еще все экспериментирую и вроде бы тут все лежит надо рандыки забивать в общем что здесь что-то разбираюсь там смотрю он купить это с тут с лампочками смотрю представляете вот у меня лампочка да здесь два усика которые внизу кстати у меня оказывается аккумулятора на 6 вольт я только что поменял вольтметром а здесь правда он двухконтактно но тоже она диодная просто здесь усик с одной стороны и с другой стороны не подошли лампочки напильника у меня нету но у меня есть пилочка закончила отлично сейчас наберем значит воды включаем свет экономия электричества так вот у меня аккумулятор заправили и получается что вот они сейчас 12 градусов дает вот такая разница диодные и такой свет это более уютный это более светлый ну что друзья мы заряжаем аккумуляторы и смотрите 25 ампер опустилась лампочка горит аккумулятор продолжает заряжаться и есть только одна проблема что все равно есть подтекание довольно все теплое сейчас на данный момент он уже стал не такой горячий как был пока видите ампера что как упал провода нормальная единственная проблема что конечно немного подтекание аккумулятора но может быть это все нормально ну подтекание как из крышек наверху в общем все здорово промоем руки воды я наполнил новые баки те старые слил вот только что единственно видите приходится постоянно включать здесь у меня люминесцентная лампа и мы можем направляться к себе в каморку я правда сегодня не сделал видео ни одного но уже почти два часа ночи мы прообщались опять же с михаилом есть одна новость то что михаил готов прилететь на обучение с канады сюда и мы можем по заливу походить вместе он где-то недельку может меня потренировать это здорово так что будем на днях узнавать этот вопрос и и самое главное друзья мне пришла эсэмэска о том что мое дело дошло на продление визы как это происходит через семь или восемь дней с момента подачи а точнее отправки приходит эсэмэска тебе на телефон и на твой email что говорится что ваше дело принято но это не является основанием типа это не является документа подтверждающие что вы можете находиться в сша больше нет и через 7 10 дней придет вам на почтовый адрес именно уже бумагой поэтому обязательно указывайте адрес там где у вас есть ребята знакомые друзья которые могут я указываю адрес легки вы его много раз видели моих видосах вот классный чувак мы с ними работали вместе я жил у них вот и после этого на основе этой бумажки ты можешь пойти продлить в гаи права а тебе дадут их уже сразу на год но спустя два месяца тебе придет бумага тебя продлили или не продлили так как бюрократия и так как очередь в сша большая так что такие дела вы можете видеть что вот такой свет я сделал на то есть он довольно яркий то есть можно так развернуть и довольно светло получится и вот такая каюта и сегодня кстати была тема о том с какой стороны спать вот видите здесь у меня вот такая фигня под ней стоит расширительный бак куда стекает какая-то вода с верхнего с кокпита вот этот кусок когда это ступеньки это кокпит ветер на улице практически стих он даже парашют не помогает у меня он горит работает вентилятор там у меня резетка заряжает самой ноутбук но он уже заряжен ну и вот в такой уютной атмосфере очень уютненько очень комфортно можно ложиться спать так что друзья спокойной ночи до завтра новые приключения начнем опять чистить корпус и готовить покраски